Пять лет лишения свободы за кражу лошади стоимостью полмиллиона тенге. Такой приговор вынесут номер два города семей мужчине, который пытался присвоить себе чужой скот. Стоит отмечить, что теперь наказание за скотокрасство ужесточено и относится к категории тяжких преступлений. Подробнее в следующем видеоматериале. 26 января прошлого года путем незаконного проникновения на территорию дома мужчина попытался украсть лошадь стоимостью 500 тысяч тенге. Однако преступный умысел довести до конца не получилось. Суд, проанализировав представленные доказательства, назначил гражданину минимальную меру наказания. Пять лет лишения свободы. По словам исполняющей обязанности председателя суда Торган Ходобергеновой, сейчас ужесточено наказание за данное преступление. Вид наказания это за одну голову барана или же голову лошади. Вид наказания это пять лет лишения свободы. В чем сложность составляет раскрытие данных уголовных преступлений, потому что зачастую сами хозяева пытаются сами найти скот и несвоевременно обращаются в отделы полиции. Стоит отметить, что на сегодняшний день скотократство является одним из наиболее тяжких преступлений. Поэтому в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности были внесены изменения. Так, тайное хищение чужого скота влечет ответственность по специальной норме Уголовного кодекса. Статья 188, часть 1. По словам горожан, на сегодняшний день крупный и мелкорогатый скот является доходом многих людей. Поэтому ужесточение наказания за кражу закономерно. Сколько трудов вкладывают, сколько денег вкладывают, и вдруг красть и потеряли. А те, кто-то наживает, это очень хорошо. Не нужно чужим этим добром наживаться. Возможно, кто-то только красть и умеет. Часто слышу от знакомых, что скот крадут. Наказание за это 5 лет – это немного, я думаю. Если у человека, у которого есть мал скот, очень много его крадут, это достаточно большие потери. Неоднократно у моих знакомых было очень много скотократства. И уже потеря 1 или 3 голов – это около полумиллиона, даже больше тысяч. Поэтому, как для меня, это достаточно очень плохо. На 5 лет, как по мне, это достаточно мало. Потому что, учитывая, какие потери несет владелец этого скота, это очень мало. Согласно Уголовному кодексу, если скотократство совершено в группе лиц по предварительному сговору или в крупном размере, то наказание предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы. Если преступление совершено неоднократно или с проникновением в скотный двор, то грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. В случае, если скотократство совершено преступной группой или в особо крупном размере, то наказание предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы. Стоит отметить, что в семье за первый квартал текущего года рассмотрено уже два уголовных дела по вышесказанной статье. Виновные лица осуждены к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.